И я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с текста книги Ветхого Завета, книга Чисел. Давайте мы откроем, если у вас есть с собой Библия на ваших смартфонах или у вас бумажная книга. Книга Чисел, 6 глава. Мы прочитаем с вами с первого стиха и потом несколько стихов выборочно. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, должен возжиживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка и ничего приготовленного из винограда. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни Назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут. Потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни Назарейства своего свят он Господу. И далее. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову Назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его. В седьмой день должен остричь ее. И дальше я хочу прочитать 12 стих. И должен он снова начать посвященные Господу дни Назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что Назарейство его осквернено. И 18 стих мы прочитаем. И острижет Назарей, и отца скинет собрание голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего, и положит на огонь, который под мирную жертвою. То есть сожгет. Вот посмотрите, мы читаем Ветхий Завет. И в Ветхом Завете, в народе Божьем, было некое определение для людей, которые решили себя на определенное время посвятить Господу. То есть, чтобы было понятно, я пытаюсь объяснить. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем видеть такой три типа людей. Народ Божий разделялся на три типа людей. Первое. Это были священники и левиты. Колено Левия из 12 колен Израилев, которые были отделены уже Богом. И это колено Левия, левиты и священники, они не имели своего земляного удела, у них не было земли, им нельзя было работать где-то, иметь какой-то участок земли или стадо свое. Они всего этого не имели. Их задача и обязанность была служить Господу при Скине. И питались они от жертвенника. То есть, то, что люди приносили, это был их удел, они брали от жертвоприношений, питались и кормили своей семьей. То есть, это было колено Левия, это были священники и левиты. Далее был простой народ, 11 колен, которые жили пред лицом Господа, имели свои земли, удел свой, работали, кто-то имел свой бизнес или свое дело. И эти люди также относились к народу Божьему. Они в определенные дни праздников или время жертвоприношений приходили пред лицо Господа, приносили жертвы разные, жили своей жизнью, соблюдали субботу и так далее. Но Господь еще дал повеление, вот здесь в этой главе мы читаем, может быть, кто-то из людей решил на определенное время посвятить свою жизнь Господу. То есть, все время, не просто один раз в воскресенье, или там у них, у евреев было в субботу, посвящать День Господу. А на полное время, если кто-то решался полностью посвятить свою жизнь Господу, каждый день, каждое мгновение, то такой человек посвящался в Назарее. То есть, Назарей в переводе или значит отделенный, или такой отделенный от всего народа, святой, еще такими другими словами можно сказать. Поэтому была такая возможность для каждого человека, кто хотел служить Господу, посвятить свою жизнь на служение Богу какое-то определенное время, его посвящали в Назарейство. Он был Назареем. И по-другому их называли Назарей Божий, то есть, тот, который посвятил себя Богу для того, чтобы служить Богу. И для Назареев было три основных правила, мы с вами прочитали. То есть, тот человек, который хотел посвятить свою жизнь Господу, было три правила. Какие правила? Первое. Он не должен ни просто не пить. все, что было связано с... И уксус, и сок, и даже нельзя было есть ему кожу винограда. То есть, представлять. Почему? Господь очень много говорит о том, что человек должен быть трезвым. Его ум должен был быть трезвым. Он должен трезво оценивать ситуацию, а не так навеселе. Ну и другие моменты. То есть, нельзя было вообще. Второе. Человек, который посвящал себя в Назарее, он не должен был стричь волосы. То есть, на все то время, если он посвящал себя в Назарее, он не должен был стричь волосы. Ну и мужчины, там говорится и о мужчинах, и о женщинах. О мужчинах даже, вот как борода есть, так есть. Волосы как есть, так есть. То есть, нельзя было. И третье, нельзя было прикасаться к мертвому телу. Вообще к мертвому телу нельзя было прикасаться. Там даже написано, даже если отец и мать умерли, даже если брат или сестра, ты не должен прикасаться, потому что ты Назарей. Дальше там мы с вами читали, что вдруг, если ты случайно прикоснулся, кто-то умер случайно, и ты так прикоснулся, тоже нельзя было. То есть для Назарея было определенное, определенные требования. Если ты хочешь посвятить себя на служение Богу, если ты хочешь отделить какое-то определенное время, то ты должен выполнять вот эти все требования. И люди, они по-разному для себя определяли время. Кто-то говорил, я месяц, кто-то говорил, я три месяца, кто-то говорил, я год могу, кто-то пять лет. Разная была, ну, разный человек мог выбрать время. Еще одна, я вам рассказываю, потом я веду к определенной мысли, чтобы было понятно. Вот. Смотрите, что происходило, если вдруг человек нарушал одно из условий требований Назарейства? Смотрите, если он нарушал одно из требований Назарейства, то все, что происходило до этого дня, сводилось к нулю. То есть ему нужно было вновь начать все заново. Потому что, ну, например, он взял человек на месяц обед Назарейства, например, в Ветхом Завете. Месяц. Месяц он не стрижет волосы, не употребляет ничего от плода виноградного. Значит, месяц он не прикасается ни к чему мертвому. Вот. И что происходит? Если он на десятый день, ну, так случилось, нарушил одно из требований. Все, что было до этого, сводилось к нулю. Ему нужно было вновь посвящать себя в Назарейство. И мы вот здесь читали 12 стих в этой главе. И должен он снова начать посвященные Господу дни Назарейства свое. А представьте, если человек год взял, и из этого года он уже 7 месяцев был в Назарее. И вдруг что-то произошло в его жизни. И он нарушил одно из требований Назарейства. Все эти 7 месяцев сводились к нулю. Ему нужно было снова совершать это, остричься, принести в жертву. И знаете, ну вот представьте, я вот так представил, что если бы я 7 месяцев бы не подстригался, не ходил к парикмахеру, вы бы сразу бы заметили это, да? Ну, 100% я уверен, вы бы сразу, потому что я стараюсь, ну, минимум раз, а то и два раза в месяц сходить к парикмахеру. Если бы 7 месяцев я не подстригался или не брился, вы бы сразу бы это заметили, сказать, Денис, а что ты? Ну, надо как-то. Вот, а представьте, что происходило с Назареем. Все видели, что он Назарей? Все видели, все понимали. Этот человек посвятил свою жизнь Господу. Он служит Богу. Он не прикасается к вину, к мертвому телу. Его волосы, он не стрижет волосы, не броется. Все это видели. Но если он нарушал одно из требований, ему нужно было идти в собрание, в скинью собрание, то есть где были люди в определенный день очищения. И там, пред всеми, пред всеми людьми, ему нужно было остричь все волосы на своей голове. И люди, которые там находились, как вы думаете, что они говорили? Они говорили, Назарей нарушил одно из требований. Это все видели? Назарей нарушил одно из требований, которые Бог заповедал. Все это понимали. Он согрешил. И теперь ему нужно начинать опять все сначала. Все, что было до этого, свелось на нет, свелось к нулю. Это Ветхий Завет. Сейчас нам не требуется этого. Мы посвящаем свою жизнь Господу на служение Богу через водное крещение. Мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя однажды через покаяние. Мы примиряемся с Богом. Мы становимся народом Божиим. Мы входим в народ Божий. Есть определенные люди, которых Бог отделяет на священство и на левит. Бог поставляет одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, учителями. Есть люди, которых особо Бог отделяет на служение в церкви. Я никогда не хотел быть пастором. Жена моя свидетель. Но когда я понимал, что ходил с Богом, я все больше и больше понимал, что Бог призывает меня к этому делу и благословляет в этом. Но не каждый человек может в этом находиться. Не каждый человек может исполнять какой-то определенный труд. Но мы все народ Божий. Мы все участвуем в деле Божьем. Мы все идем в Царство Божие. Но вдруг среди народа Божьего кто-то решил посвятить себя на служение Богу. Ведь правда, в церкви же не все себя посвящают на служение Богу. Не все. Кто-то относит себя к народу Божьему. Да, я принадлежу народу Божию. Я молюсь. Я хожу в церковь. У меня есть работа. Бог меня благословляет. Я живу. Стараюсь жить праведной, благочестивой жизнью. Но очень мало или не так много людей в церкви, которые посвящают себя, отделяют себя для Бога. Какую-то даже часть своей жизни. Хотя бы я говорю один день в своей жизни. Один день в неделю. Хотя бы отделите для служения Богу. Какую-то часть времени. Не все. А ведь так много, что мы можем сделать для Бога. Не все хотят быть назареем. Но тем не менее, сегодня у нас тоже есть такая возможность посвятить себя на служение Богу. Отделить. Взять какое-то время. Может быть, частью жизни что-то пересмотреть. Посвятить на служение Богу. Аминь. Вы услышали, поняли, да? Нам не требуется, как в Ветхом Завете, но для нас тоже есть возможность посвятить себя на служение Богу. И тоже есть определенные требования, которые мы читаем в Евангелии, и мы читаем в книге Деяния апостолов, и также в посланиях. Пусть Господь нас благословит. А сейчас я хочу привести пример жизни одного человека, который не просто сам захотел стать назареем. Не просто сам он принял решение, я хочу посвятить свою жизнь, служить Богу, отделить себя для Бога. Этого человека избрал Бог сам. Это тоже удивительно, и тоже такое бывает. Давайте мы посмотрим на жизнь этого человека. Книга Судей. Книга Судей, 13 глава и 2 стих. В то время был человек из Цоры от племени Данного имени Маной. Жена его была неплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И дальше. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. То есть он говорит женщине, которая должна зачать ребенка. Почему? Он говорит, потому что ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева младенец. Сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Посмотрите, от самого рождения Бог призывал уже этого мальчика к Назарейству. И матери Господь через ангела наказывал. Он говорит, когда ты зачнешь, и внутри тебя уже будет шевелиться ребенок, не вздумай пить ничего от плода винограда, потому что уже внутри тебя, внутри тебя уже особенный человек Назарей. И ты должна его научить Назарейству, ты должна объяснить ему. Те требования, которые Бог заповедал для Назарея, этот человек будет отделенным. Он будет судьей Израиля, и он будет спасать израилетян от филистимлян. То есть Бог будет употреблять этого человека. Я скажу вам одну вещь. Бог желает употреблять нас, как людей, для своей славы, для спасения людей. Но делает он это в большей степени через тех людей, которые посвятили свою жизнь Господу, которые отделили часть времени для Бога, которые стали вот этими духовными Назареями. Вот именно таких людей Бог употребляет, особо употребляет. И если вы говорите, уже так я уклонюсь чуть-чуть, Господь, употребляй меня, я скажу тебе в ответ на твой вопрос, посвяти свою жизнь Господу. И Бог будет употреблять тебя. Давайте посмотрим дальше. Вот женщина, внутри ее ребенок, Бог определил для этого мальчика особую судьбу. И теперь в этой же главе 24 и 25 стих нужно особо отметить. Если у вас в руках есть Библия, выделите эти стихи, подчеркните их, сделайте пометку. Это очень важно то, что я хочу сказать. Посмотрите. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. Кого Бог благословлял? На ком было благословение? На ребенке? Или на человеке, который был посвящен Богу? На человеке, который был отделен для Бога? На том человеке было благословение Господне. Но это еще не все. Потому что следующий стих, 25, это продолжение. И начал Дух Господень действовать в нем, в стане данного между Цорою и Естаолом. Мы, как народ Божий, мы хотим, Господь, благослови меня. Боже, благослови меня. И если мы ходим свято пред Господом, честно, праведно, конечно, Бог нас благословляет. Вот, потому что вчера благословили, благословили, не густо. А, вот смотрю, зашевелились. А кого сегодня Бог благословил? Те же самые, почему-то руки были. Но мы так хотим. Мы хотим, чтобы Бог благословлял нашу жизнь, наших детей, нашей семьи, благословлял здоровьем, благословлял материальными какими-то благами. Да, благословлял нас счастьем. Просто благословлял нас. Мы хотим этого. И да, и Бог благословляет народ свой. Но посмотрите, написано, что Бог желает не только нас благословлять. Здесь написано, и начал Дух Господень действовать в Нем. Вот к чему Бог ведет нас. Действовать через нас. Мы приняли Иисуса Христа. Библия говорит, Бог есть Дух. Мы приняли Святой Дух. Он живет каждым рожденным свыше. Он живет внутри нас. Слово Божье говорит, разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа? Разве не знаете, что Бог говорит, селюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и буду их народом? Так говорит Слово Божье. Бог желает действовать через нас, Духом Святым. Но послушайте, Он действует только в тех людях, которые отделили себя для Бога, которые посвятили часть своей жизни, а может быть и всю свою жизнь, на служение Богу, которые бредят, думают, которые одержимы тем, чтобы служить Богу и сделать что-то для Бога сегодня, или в этом месяце, или в этом году. Мы должны, ну, поменять, наверное, какое-то наше мышление, жить, Господи, благослови меня в этом году. И у нас только сводится к тому, в этом благослови меня году, в этом месяце благослови меня, в этом, а Боже, действуй через меня, в этом месяце употреби меня, пусть Твой Дух Святой что-то сделает через меня. А вот должны быть какими наши молитвы. Но это приходит только тогда, когда мы посвящаем себя в Назарее. Когда мы посвящаем себя в Назарее. И дальше, если вы прочитаете эту главу, начиная с 13-й и дальше, вы увидите жизнь Самсона. Она была удивительной. Посмотрите. Всего лишь несколько моментов. Посмотрите. 14-я глава. Самсон вырос. 5-й стих. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу. И когда проходили к виноградникам фимнамским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Вот это да. Послушайте. Ни один человек на земле своими человеческими силами не может справиться с молодым львом. Вы не найдете такого человека? Лев сокрушает кости, знаете, как веточки от деревьев. Он имеет огромную силу. В его лапах мощь. Ни один человек, живущий на земле, не может справиться со львом, как с козленком. Что же произошло Самсоном? Он справился с ним. Почему? Потому что Дух Господень действовал в нем. И знаете, в нашей жизни что-то происходит подобное. Когда мы сталкиваемся, вдруг на нашем пути появляется какой-то лев, нам что-то угрожает, угрожает нашим детям, угрожает нашей жизни. И мы понимаем, что мы не можем справиться с этой проблемой. Мы не знаем, как справиться с этой проблемой. Мы понимаем, что нам нужен Бог. Но послушайте, нам не только нужен Бог. Нам нужно, чтобы Бог действовал через нас. Вот к чему ведет нас Господь. И тогда, когда Дух Святой, живущий в нас, начнет действовать через нас, тогда мы будем расправляться с этими молодыми львами, как с козленком. И нам не нужно ничего иметь, никакое оружие в руке своей. Аллилуйя! Как добиться этого? Нужно посвятить свою жизнь на служение Богу. Посвятить духовное назарейство. О, какой бы я был бы счастливый пастор, если бы вся наша церковь стала одним большим назареем. Мы сокрушали бы Львов, мы сокрушали бы эту дьявольскую силу, мы завоевывали бы души для Иисуса Христа, мы могли бы приводить их сотнями, спасать их, наших близких, наших родных, наших соседей, через все, и где бы мы ни были, через все наши дела, Бог действовал бы через нас. Слава Иисусу! Посмотрите другую историю, мы также можем увидеть. Этот человек однажды вышел против тысячи филистимлян, один, не было ничего под рукой у него. Посмотрел, нашел челюсть молодого, мертвого, ну, от осла, челюсть. Взял эту челюсть, от осла, и убил ей тысячу человек. В другом месте мы читаем, он взял, поймал 300 лисиц, 300 лисиц, поймал их, а взял им, связал хвосты, по двое, и факел привязал, и пустил их на поля филистимские, чтобы филистимляне с голоду умерли. Вы знаете, мы вот вчера с семьей разговаривали, в Израиле есть такой, как спецназ, то есть в Израиле есть такое подразделение, как, Максим? Это подразделение так и называется, лисы Самсона. То есть суть этого подразделения в Израиле, они в штатском такие заходят на арабскую территорию, в штатском, никто не может понять, в чем дело, что происходит. Так, заходят по двое там в разных местах и выполняют какое-то определенное задание, и никто не может им ничего сделать. То есть они взяли это подразделение на основе Библии. Самсон ловил двух лисиц, связывал им хвосты, факел и пускал их в пшеницу. Кто мог остановить лису ходить по пшенице? Никто. Но вопрос в другом. Я думаю, Господи, как Самсон поймал 300 лисиц? Ну там так просто написано, что Самсон пошел, поймал 300 лисиц, связал им хвосты, факел и как? Вот Егор у нас, я знаю, он охотник, там они с отцом с детства. Егор, скажи, как поймать одну лисицу? Что нужно для этого? Нужно сначала знать, где эта лисица. Нужно выйти на ее след. Ну там у лисы есть зубы, она же кусается еще. Живой ее поймать? Но я вам скажу, я знаю, как Самсон поймал 300 лисиц. Знаете, как поймать 300 лисиц сразу? Нужно знать место, где они все 300 лисиц находятся сразу. Где у них там собрание? Как оно? Как это называется? Как правильно сказать? Брачный сезон у них там. Они же там все встречаются. Послушайте, что дает Назарейство? Мудрость, знание, которое никто не знает. Не только силу, но мудрость и знание. И это было на Самсоне. Послушайте, Самсон был обыкновенным человеком. Если бы мы посмотрели на Самсона, чем он отличался? Он отличался только длинными волосами. Все. И если бы мы предложили ему будешь пивка? Он бы сказал, нет, вы что, нет, я не пью. Я даже к этому не прикасаюсь. Вот чем он отличался. Но он был такой же, как и мы с вами. Он не был гигантом там каким-то, знаете, представление, Самсон такой. Не было у него этого. Он был обыкновенным человеком. Но Дух Божий действовал в нем. Действовал могущественно. Знаешь, брат, сестра, каким бы ты ни был, молодой ты или ты пожилой, это не важно. Дух Святой может действовать через тебя. Не только благословлять тебя, но действовать. Аминь. Аминь. Так все хорошо начиналось с Самсоном. Так здорово. Но конец этой истории грустный. Наверное, это одна из самых печальных историй или страниц Библии Ветхого Завета. Трагедия. В конце своей жизни Самсон потерял все. Ему выкололи глаза, остригли его волосы, его голову. И он был привязан к мельнице и как вол он ходил по кругу долгие годы. Вы знаете, такая страшная картина. Ходить по кругу долгие годы. Вот вы знаете, так вот ты ходишь все одно и то же по кругу, одно и то же, повторяется все одно и то же. И ты не получаешь от этого в жизни ни счастья, ни удовлетворения. Жизнь такая, какая-то серая, но я просто ее доживаю. Смотришь, молодой парень, 30 лет или там 40 лет, в его глазах нет огня, он как бы жизнь доживает. Просто доживает. Ну как у тебя жизнь вся впередит, она, это же удивительное приключение жить с Богом. переживать его нет. Остаток своей жизни Самсон провел именно в таком положении. Куда-то ушла сила. Там так и написано, я сейчас постараюсь показать нам. 16 глава книги Судей. Вот просто представьте эту картину. 20 стих и там вторая часть этого стиха. Он пробудился от сна своего и сказал пойду как и прежде и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. Представляете, в один из дней Самсон просыпается, но думает все как и есть, все по-прежнему так же. А Бога уже с ним не было. Господь просто отступил от него. Вот это страшно. Я всегда думаю об этом, ну как страшно дойти до такого состояния, когда Господь отступает от тебя. А знаете, когда Господь отступает от тебя, и благословение вместе с Ним Божие уходит, и сила Божья уходит, и мудрость Божья уходит, появляется некая самоуверенность. Но самоуверенность это не вера в Бога, это уверенность в себе самом. А теперь со своей самоуверенностью пойди и сразись с этим молодым львом. Пойди поймай хотя бы одну лисицу. Пойди ослиной челюстью хотя бы одного филистимлянина поруби. Ничего не получится. Но он думал, что Бог с ним, а Бога уже не было. Он отступил от него. Что же произошло? Какая причина этому? Почему такой ужасный конец у Назарея? А все очень просто. Он нарушил те правила и требования, которые Бог дал для Назареев. И знаете с чего началось? Началось все с маленького. Знаете, наркоманом или алкоголиком человек не становится сразу. Алкоголиком становится с маленькой рюмочки. И человек не начинает сразу изменять своей жене или своему мужу. Вот так спонтанно. Нет. Все начинается с маленького. Ты начинаешь не так смотреть на свою жену, на своего мужа и как-то по-особенному ты начинаешь смотреть на других женщин и на других мужчин. С этого все начинается. Когда человек погружается в какое-то бедствие, пагубу, мы видим уже конечный результат. Но начало было совершенно другое. начало было как бы казалось безобидно с маленького. И то, что мы видим, произошло с Самсоном, это трагедия. Все началось с маленького. Знаете, что меня поразило, я сегодня прочитал, что Самсон был в Израиле судьей 20 лет. 20 лет он был судьей в Израиле. и на протяжении этих 20 лет он позволял себе какие-то вещи, которые были Богом запрещены для человека, который посвятил свою жизнь на служение Богу, для посвященного Назарея. Он позволял себе маленькие вещи. И знаете, я думаю, что он даже и оправдывал их. А теперь поподробней. Помните эту историю про льва, как он одержал победу? Теперь послушайте. Книги Судьи, мы будем читать, 14 глава, 8 стих. То есть мы прочитали, как он победил льва. Отец и мать даже не узнали об этом. Ну так ты смотришь, какой скромный молодой человек. Сделал такую победу великую, и он никому об этом не рассказал. Вся слава, вся слава, наверное, принадлежит Господу. Теперь посмотрите. 8 стих. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, то есть там он сватался к одной девушке и зашел посмотреть труп льва. То есть он шел той дорогой, на которой ему встретился лев, и которого он убил как козленка. И вот он опять идет, несколько дней прошло, он идет той дорогой и он решил посмотреть. А зачем? зачем на мертвого льва смотреть? Для чего? Ну иди иди ну как же хочется же посмотреть как я его как он там этот мертвый лев как вы чувствуете да вот так посмотреть самому на свою победу как я его как и вот он приходит и что он видит? Он видит рой пчел в трупе львином и там мед. То есть пчелы в львином трупе они сделали там улей и уже произвели мед и там мед. И смотрите что он делает Он взял его в руки свои и пошел и ел дорогою и когда пришел к отцу своему и матери своей дал и им и они ели но не сказал им что из львиного трупа взял мед сей почему он им не сказал потому что папа и мама знали кто их сын потому что папа и мама учили его и говорили сынок ты назарей я бог еще от шрева тебе нельзя прикасаться к мертвому не то что есть из мертвого прикасаться к мертвому но оно же ведь такое сладкое но оно же питательное но оно из мертвого оно из трупа но оно так хочется пчелы так там эти соты пчелы так жужжат этот мед но он из трупа и ты назарей и тебе нельзя это но силы ведь кончаются надо же как бы знаете я для мамы с папой тоже они же у меня уже пожилые тоже и он ничего им не если спросили взял мертвого он вани павлова купил но он промолчал что он сделал он нарушил требования назарейства и дальше если вы посмотрите сила она не ушла от него она не ушла сразу знаете в чем опасность искушения да мы согрешаем мы прикасаемся к тому чему нельзя и мы так прикоснулись руку убрали и ждем шарахнет или нет бог же наказывает человека за грех наказывает и мы так прикасаемся и ждем а не шарахнуло гром молнии не было ну как бы фу и сразу мысль ну значит можно теперь можно не пальцем а теперь может быть всей рукой рукой прикоснулся грома молнии нет мы думаем наверное просто я такой особенный в глазах бога то бог мне какие-то вещи позволяет я же пастор как бы бог позволяет мне какие-то вещи как вы думаете которые вам не позволяют почему я же особенный как бы ну же не такой я же из колен левия такой помазанник может позволяет же мне может быть там чуть-чуть там что-нибудь вот так мы думаем потому что если бы Самсон так не думал он бы остановился а теперь посмотрите еще одна вещь 16 глава 1 стих пришел однажды Самсон в газу и увидел там блудницу и вошел к ней знаете так как-то ну просто на глазах у всех жители газы сказали Самсон пришел сюда а где он а он там у блудницы как-то так вы знаете пришел в газу увидел там блудницу и вошел к ней то есть купил ее всю ночь там провел вот это назарей вот это мы с ним восхищаемся потом раз смотрим а знаете удивительно посмотрите жители газы сказали Самсон пришел сюда и они ходили кругом и подстерегали его то есть они знали где он подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь говорят до света утреннего подождем и убьем его смотрите а Самсон спал до полуночи в полночь же встал то есть он там с этой блудницей сделал все потом спал утром проснулся знаете как ни в чем не бывало схватил двери городских ворот так написано с обоими косяками вырвал их поднял их с запором положил на плечи свои и отнес их на вершину горы которая на пути к Хеврону знаете что такое городские ворота это размер вот как наверное с эту стену запоры металлические то как ты смотришь пошел к блуднице переспал с ней выспался там утром проснулся как ни в чем не бывало раз а как он унес эти ворота на гору на плечах а как чьей силой своей что ли нет потому что обыкновенный человек никогда не сможет сделать таких вещей это не под силу а Бог действовал в нем послушайте действовал а как так мы смотрим как так да потому что Бог не желает чтобы кто погиб у него есть огромное долготерпение к нам чувствовал ли что-то Самсон я уверен что чувствовал но человек который заигрывает с грехом человек который знаете он позволяет какой-то мелочи даже быть в своей жизни это потом перерастает в большое в большой ком и этот ком в конечном итоге и раздавит его есть одна фраза которую я очень часто слышу в последнее время в народе Божьем они говорят я не вижу в этом ничего плохого слышали наверное а что здесь а я не вижу в этом ничего плохого но раньше этот человек он видел в этом плохое он даже ужасался даже просто скажу 20 лет назад чтобы кто-то заикнулся в церкви о разводе такого не было почему потому что написано так потому что так Христос сказал потому что Бог это ненавидит 20 лет прошло что я слышу постоянно я слышу эти разговоры не только ну не только в нашей церкви вообще в христианском мире я не только слышу что об этом говорят супруги я вижу как это делается в церквях я вижу как люди говорят я не вижу в этом ничего плохого ну как бы жалко же их ну как бы им надо же как-то вот жизнь свою а что у них за жизнь и некоторые служители они так тоже говорят ну да а что в этом нет ничего плохого нужно помочь этим людям жить люди не хотят изменить семейную обстановку сами они не хотят примириться они не хотят смириться они не хотят быть теми кем они должны быть в семье они не хотят решать проблемы в своей семье проще уйти из них из этой проблемы и потом они говорят но мы не видим в этом ничего плохого да вы не видите в этом ничего плохого знаете почему потому что вы уже ослепли потому что уже глаза выколоны и самсон если вы посмотрите на него он по факту уже был слепым у него были глаза но он уже многих вещей не видел Божье слово уже было для него не авторитетным оно было для него посредственным историческая книга которая не меняет жизнь и он потерял все и так и сегодня просто приведу вам пример совсем недавно я встретил одну семью чудесно Бог так изменил их жизнь спас их от наркотиков от алкоголя благословил их в браке я действительно видел в глазах у их счастья а потом с ними что-то произошло я не знаю но мы сталкиваемся с определенными ситуациями где-то кто-то нас обидел или где-то ранил нас или что-то произошло может быть мы охладели в вере это тоже такая вещь очень опасная потому что мы должны мерить свою духовную температуру горю ли я для Бога для Бога или я уже холодный или тепленький становлюсь мы должны мерить температуру и если мы духовно видим что что-то с нами не так нужно дровишек в огонь подбрасывать чтобы опять согреться самому и гореть еще для других вот я пришел говорю я вас в собрании ну вы извините но в собрании вас я давно вас не вижу я все таки пастор как бы беспокоюсь а что что вы не посещаете знаете ты знаешь там у нас работа мы работаем ну некогда как-то я говорю ну а Писание говорит не оставляйте собрание своего так же написано мы читаем об этом апостолы пишут так же Слово Божие говорит мы же христиане не оставляйте собрание своего когда мы пребываем в собрании мы пребываем в учении апостолов Мы пребываем в общении, мы пребываем в молитвах, в хлебопреломлении. Вы же давно уже хлебопреломление не принимали. Я говорю, что с вами? Ну, ты знаешь, ну да, как бы написано, но вот у нас мы не можем. У нас работа. Я смотрю на них и просто я вижу, что для них Слово Божие, оно не авторитет. Божье предписание им постольку поскольку. Я посмотрел, я говорю, это все кончится плохо для вас. Мне очень жалко. Я не мог с ними шутить, там, разговаривать на какие-то темы посредственные. Я говорю, для вас все кончится печально. Вы однажды проснетесь и вы почувствуете, вы скажете, ну все как обычно. Но вы проснетесь однажды и вы почувствуете, что Господь отступил от вас. И филистимляне свяжут вас. И вы вернетесь обратно в ту жизнь, из которой Господь выдернул вас. И будете ходить по замкнутому кругу, вот так по кругу, как Самсон. Ну, так, плечами пожали. И мы разошлись. Немного времени прошло. Нет семьи и нет жизни. И вообще, я не знаю, сможет ли что-то восстановиться. Друзья мои, когда лев встает перед нами, рычит, еще и молодой, рычит на нас, на нашу жизнь, на наших детей, мы не сможем защитить, мы не сможем ничего сделать. Потому что духовные вещи, они решаются духовными вещами. И перед злым духовным миром мы люди сами по себе, мы бессильны, мы слабы. Нам нужны не только Божьи благословения. Нам нужно, чтобы еще Дух Божий действовал в нас. Вот что нам нужно. А это приходит только через посвящение себя, своей жизни Господу. Как мы это делаем? Мы должны это осознавать, что мы делаем. Слово Божье должно быть для нас авторитетом, безупречным, безкомпромиссным. Оно должно для нас быть самой важной книгой. Мы должны любить его. И не просто читать, применять это в свою жизнь. Это раз. А во-вторых, мы должны посвятить себя Богу. Как? Мы делаем это через водное крещение. Просто смотришь на жизнь некоторых людей, они приняли водное крещение. Ну так, как, знаете, как в 90-х. А ты что крестился-то? Ну как? У нас все на предприятии пошли креститься. И я тоже пошел. У нас все с девятиэтажки пошли и спрыгнули. И я с ними пошел. Какой-то стадный рефлекс. Не должно такого быть. Человек должен иметь, каждый индивидуально должен иметь личные взаимоотношения с Богом. И если я принимаю водное крещение, я посвящаю свою жизнь на служение Богу. Это значит, что с того времени я перестаю больше жить только для себя, только для благословений, чтобы Бог благословил меня. Но я начинаю так же и жить для Бога. Мои молитвы начинают Господь, начинают превращаться в Господь. А что я могу сделать для тебя? А чем я могу послужить тебе? А дай мне это понять. И тогда Бог начнет действовать. И, конечно же, святость. Посвящение включает в себя святость. Отделение себя для Бога. Святой – это значит отделенный. Мы должны знать, что такое грех, что можно, что Бог хочет, что Бог желает, а что нельзя. Что Богу противно. Мы должны научиться смотреть на вещи глазами Бога. Одна сестра ко мне подходит и говорит, слушай, ну, суд там у меня намечается с родственниками. Но они там хотят долю мою у меня забрать через суд. Родственники мои, что мне делать? Что делать? Дайте, братья и сестры, совет. Что делать? Они хотят забрать долю. Конечно. Ты что, иди, ты им там, этим родственникам, покажи ухо никакие. Они только несправедливо к тебе отнеслись. Относятся через суд, хотят забрать то, что твое. Пойди. Нам же ведь Господь же сказал, вот есть судьи, идите к судям. Они помогут. А как Христос повел? Я ей говорю, а Христос бы как повел себя? Вы хотите спасти своих родственников? Да, хочу. А так вы их не спасете, вы их ожесточите против себя. Они скажут, вон она, она вот в церковь входит, вот она. А что мне делать? Я вам скажу вещь, которая непопулярна. Блажение давать, нежели принимать. А как? Я говорю, ну вам есть где жить? Есть у меня трешка. А зачем вам эти полкомнаты, если у вас трешка? Вот вы понимаете, наша жизнь. Я никогда не забуду эту историю. Жизнь настоящих христиан, она должна вдохновлять нас. Один парень, зима была, ну, время такое, девяностые, двухтысячные годы. Помните, когда носили такие большие норковые шапки? Помните? Такие норковые дубленки такие были. Ну, сейчас уже никто не носит. Вот я слышал историю, один брат новую шапку купил, ну, где-то заработал денег, или с вахты приехал, то есть что. Шапку такую норковую, дубленочка, свитер новый такой. Подъезд, подъезд своего дома заходит, а там двое его на ножах. Опа! Они его ждали. И ножами снимай шапку свою и дубленку. Ну, он снял шапку, дубленку снял, а не уходить, а он им кричит в дверь. Говорит, ребята, свитер у меня новый еще, возьмите, он хороший. И снимает им, и свитер им. И один остановился и говорит, а ты что, верующий? Он говорит, да. Он говорит, знаешь, у меня мама в баптистскую церковь ходит. И он своему товарищу говорит, отдай ему все. Как отдай? Отдай ему все. Вернули ему и шапку, и дубленку, и свитер. Почему? Потому что человек поступил по слову Божьему. Как написано, хотят с тебя верхнюю или нижнюю отдай, верхнюю, раз уже снял верхнюю, то и нижнюю. А если бы он стал упираться, что бы было? Кто носил бы проколотую ножом новую дубленку? Кому она нужна? Убили бы и горе. Поэтому мы иногда думаем одно, по-человечески пытаемся размышлять, а Бог думает по-другому. И Бог могущественный, и гораздо больше может сделать и произвести в нашей жизни. О чем мы думаем и помышляем. Братья и сестры, посвятите свою жизнь Господу Иисусу Христу. И если вы посвятили свою жизнь Богу, не позволяйте ничему маленькому, греховному, вы слышите, даже кожуру от винограда нельзя было. Даже кожуру, говорит, от винограда, даже к этому не прикасайся. К уксусу там, уксус, что это, это вот, это же не сам как бы, ну, сок винограда, там что? Даже кожуру. Не позволяйте вот этим маленьким греховным вещам войти в вашу жизнь. Ни раздражению, ни гневу, ни ярости, ни какой-то обиды посвятите. Бог будет действовать. Он будет действовать через вас. Благословит нас Господь. Хватит, друзья, мы помолимся. я не знаю, может быть, есть в зале люди, которые, ну, у которых в сердце появилось такое желание. Они сказали, я хочу посвятить свою жизнь Господу. Вот что-то внутри такое. Знаешь, может быть, ты давно уже ходишь в церковь. Твоя жизнь, она как по замкнутому кругу. Вот сегодня такое время, когда ты можешь обратиться к Богу, посвятить Ему свою жизнь. Так, как сказать, стать духовным назареем, что-то обновить в своей жизни. Боже, я хочу служить Тебе, я хочу что-то делать для Тебя. Не только пользоваться от Тебя, но что-то и делать для Тебя. Вот в этой молитве я не буду никого приглашать вот сюда, там, выйдите и мы помолимся. Но там с места вы можете это сделать. Можете обратиться к Богу. Если вы это чувствуете, можете совершить эту молитву перед Господом, попросить Бог. Будем молиться. Небесный Отец наш, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Господь, за это время, за эту возможность стоять перед Твоим лицом, Господь. Спасибо, что Ты каждого из нас нашел, оправдал нас. Ты принял нас в Свои небесные обители Ты даровал нам вечную жизнь. Ты называешь нас Своими детьми. Спасибо Тебе за это. Господь, я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас, чтобы каждый из нас, Он пришел к этому убеждению или утверждению, что мы не только должны принимать, пользоваться тем, что Ты даешь нам, но, Господь, также и служить Тебе, делать что-то для Тебя. Благослови нас, всех стоящих. Ты видишь сердце каждого, и Ты знаешь жизни каждого. Ты знаешь, с чем мы боремся, через что проходим, что преодолеваем. Господь, помоги нам, утверди нас, укрепи нас, прости, Господь. Ты знаешь, те грехи, которыми мы согрешаем, через что спотыкаемся и падаем, прости, Господь, очисти, освети нас, вытащи нас, кто, возможно, находится в этом замкнутом круге, вытащи из этого круга во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Друзья, вы знаете, что удивительно в этой истории. Вот какое-то время у Самсона отросли волосы. Но он уже не мог видеть, конечно, как он раньше видел. Последствия греха, они остаются, но, тем не менее, волосы у Самсона отросли. И вернулась сила. И это дает нам надежду, что не все потеряно. Правда? Если вы прочитаете конец этой истории, он печальный, но он удивительный. В последние минуты жизни он столько поразил филистимлян, что за всю свою жизнь столько не, за 20 лет столько не поражал. Наш Господь удивительный. Он дает нам шанс. Он не отступает от нас. Даже если мы отступаем от Него, Он оставляет, но Он всегда ждет нас. Ждет нас, когда мы обратимся к Нему. Пусть Господь благословит нас в это время. Аминь, друзья. Аминь. Брати,